Вододин 25 августа родились Иван IV Грозный, первый русский царь, Николай Зинин, один из русских отцов органической химии, Павло Загребельный, украинский писатель, автор исторических романов, Василий Воронянский, один из руководителей партизанской войны в Беларуси. Белорусское партизанское движение было самым массовым и насчитывало, по некоторым источникам, до 400 тысяч человек. Одним из ярких его представителей был фельдшер и военный Василий Воронянский. В июне 1941 года он руководил отдельным батальоном связи в городе Могилеве. Большая его часть была уничтожена уже в первые дни после гитлеровского вторжения, и командиру вместе с оставшимися в живых солдатами пришлось вырываться из окружения, плутая по белорусским лесам. Там среди берез и сосен образовался партизанский отряд «Народный мститель», стремительно расширявшийся за счет подпольщиков и местного населения. На счету отряда дяди Васи, как поначалу называли партизан, числилась ликвидация 13 тысяч фашистов, подрыв 161 эшелона, взрыв 152 мостов, десятков автомобилей и бронетехники, уничтожение важных немецких объектов и проведение массовых диверсий. К сожалению, до конца войны сам дядя Вася не дожил. Официальная телеграмма сообщала, что командир погиб при перелете линии фронта, а к родным было отправлено последнее письмо полковника Воронянского. «Воля нашего народа несгибаема. Даже здесь, в глубоком тылу у врага, наш народ твердо верит в победу Красной Армии, великого советского народа, всеми силами помогает партизанам и одновременно борется за независимость своей родины». Продолжив дело своего командира, бригада «Народные мстители» имени Воронянского во всеоружие подошла к дате 3 июля 1944 года, дню освобождения Минска, чтобы через пару недель отчеканить победный марш на площади белорусской столицы и первыми пройти перед празднично украшенной трибуной. Также 25 августа родился режиссер Георгий Данелли. Отец будущего кинрежиссера работал в метрострое и полагал, что без связи его непутевый сын может поступить только во ВГИК. Там связи были, поскольку мать работала на масс-фильме вторым режиссером. Однако Георгий выбрал архитектурный институт и только после его окончания поступил на высшие режиссерские курсы в мастерскую Колотозова. Неудивительно, что при такой огранке талант Данелли заплестал всеми красками. В 15 кинолентах, каждая из которых стала достоянием советского госфильма фонда. Данелли удалось показать жизнь летчика в фильме Мимино, мальчика Сережи, переводчика Бузыгина, осенний марафон, джентльменов удачи, для них он писал сценарий. И даже инопланетных граждан в совершенно не советском фильме Кинзанза. Для того, чтобы снимать как хотелось, режиссер научился обходить припоны чиновников в госкино. К примеру, когда поступил запрет убрать эскадра иммигранта Краморова, Данелли ответил, что его и так увозят в колонию на 5 лет. А еще, как считал мастер, снимать надо то, что самому нравится и за что потом будет не стыдно. Поэтому каждый фильм ты делаешь как первый и иногда даже забываешь о том, что делал раньше. В этот день, 25 августа 1805 года, в ходе наполеоновских войн, русская армия под руководством фильма Шла Гутузова выступила в Австрию. Этот поход окончился печальным поражением под аустралийцем. 25 августа 1130 года полярная экспедиция на судне Георгий Седов открыла западные берега Северной земли. 25 августа 1148 года Святейший Синод по рекомендации Совета по делам Русской Православной Церкви принял решение о прекращении крестных ходов. После начала Великой Отечественной Церковь получила некоторые послабления. Сталин даже задумал создание так называемого православного Ватикана, центр которого должен был находиться в Москве. С этой целью летом 48 года в СССР было проведено даже так называемое всеправославное совещание. Впрочем, за всем этим, за разного рода словами и декларациями, скрывалось все то же безбожное государство, что в 1330-е годы расстреливало священнослужителей. В августе 48 года был введен запрет на молебны в полях, проведение крестных ходов и любых религиозных мероприятий под открытым небом. Эта норма полностью укладывалась в проводимую повестку. Не выводить мероприятия духовенства за границы монастырских или церковных стен. 25 августа 1157 года в свой первый рейс отправилась ракета – советское судно на подводных крыльях. 25 августа 2006 года из-за пожара произошло обрушение купола Троицкого собора Санкт-Петербурга. Таким был этот день 25 августа.